Всем привет, дорогие друзья и враги. Прошлое видео удалили по абсолютно надуманным причинам. Ну ладно, не беда. Сделаем ещё лучше. Как вы знаете, петиция в Казахстане с предложением запретить в Казахстане ЛГБТ-пропаганду наворила 50 тысяч голосов. И теперь петицию должно будет рассмотреть Министерство информации и культуры как следствие. Но, как мы знаем, основной бенефициар продвижения, скажем так, ценностей ЛГБТ в Казахстане, это как раз-таки Аида Балаева, то есть Министр информации и культуры. Поэтому какого-то объективного рассмотрения от этого министерства, естественно, не будет. То есть здесь будет абсолютно предвзятое отношение к этой петиции. Однако ЛГБТ-активисты боятся, что данная петиция может быть только началом по длинному, скажем так, пути законодательному ущемлению их радужных прав. Наши депутаты везде стараются просунуть ЛГБТ. То есть когда они видят угрозу... Безусловно, они боятся не зря. Опасения вполне себе, я считаю, объективны, так как уже готов аналог полностью российского законопроекта о деятельности НКО. То есть чтобы НКО показывали свои источники доходов, были полностью прозрачными, там какие-то иноагенты и прочее. А как известно, именно НКО и продвигает вот это вот ЛГБТ на территории Казахстана. Поэтому когда Жанара Сикербаева и представители ЛГБТ-сообщества пишут, что дело не основано только на запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане, и, дескать, это всё скатится до уровня России, здесь они, безусловно, правы. После того, как примут закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане, обязательно примут закон об уголовной ответственности, административной ответственности и так далее. А также действия иноагентов тоже будут рассматриваться, хотя до этого им вроде как удалось избежать этого благодаря сильному лобби в парламенте, но сейчас ситуация совершенно иная. Вот недавно была масс-медиа, мы эту поправку совместными усилиями смогли, ну вот так скажем, остановить, она не прошла, финальный текст, утвержденный Сенатом. Сейчас ситуация такая, что наши многоуважаемые американские партнёры не могут решить многие вопросы, на самом деле ситуация в Казахстане сейчас будет по-другому развиваться, т.е. власть берут в руки под контроль другие структуры, и там уже готов целый список из 320 человек, которые уедут от 3 до 5 лет, как по признакам пропаганды и так далее. И у вас, наверное, есть вопрос, а будет в их числе, наверное, Жанара Зикербаева или нет, я вам скажу, да, есть, ей дадут пятёрку, на неё там уже, по-моему, 8 или 9 томов каких-то экспертиз и так далее, причём всё её оформят задним числом, вы скажете, это противозаконно, полнейшая противозакончена, и это просто ужасно. В 22-м году после долгих переговоров нам дали митинг, мы смогли провести поддержанный Акиматом митинг. В 23-м году, вы знаете, мы очень долго боролись, проводили пресс-конференции «Митинг за митинг», и нам тоже поддержали, наконец-то, митинг после очень долгой борьбы. В 24-м году вы видите, что даже митинг нам не разрешают. Вся история показывает, что происходит какая-то такая формула или прогрессия, где всё меньше и меньше уже свободно мирные собрания для женщин. Мы идём по пути Российской Федерации, которая, как я поняла, хочет, чтобы все мирные собрания, в которых могут участвовать разные группы женщин, а это и лесбиянки, и бисексуалки, и квир, и транс-женщины. Что в них такого? И почему они не женщины? Кто-нибудь скажите мне? То есть, приготовили максимально репрессивные меры для разного рода категорий граждан, вот таких вот радужных, и даже угрозы повторения кантарам, которыми они нас пугают постоянно, совершенно никого на самом деле не пугают. То есть, не хотите вот кантаров, да? Давайте работать открыто и понятно. Да, эти люди готовы даже, чтобы ввести режим ЧП в стране, на территории Казахстана, если вдруг начнутся протесты во время принятия законов о прозрачности деятельности НКО. Сейчас для этого создаётся ряд правовых документов, связанные с семейными ценностями, которые будут прописаны в ближайшем будущем, опять же, для того же Министерства информации и культуры, и они будут заниматься, вот у них будет специальная мониторинговая служба, которая будет мониторить радужных активистов, чтобы они не пропагандировали какие-то ценности, которые выходят за пределы прописанных в НПА. Что касается мониторинга, то у нас есть специализированная служба, которая будет вести мониторинг, и там тот законопроект, извиняюсь, тот нормативный проект, который мы будем разрабатывать по определению тех норм ценностей, он будет со всеми согласован, он будет в открытом доступе. Мы активно приглашаем для обсуждения случая, если принять этой нормы, мы пригласим всех представителей неправительственных секторов, журналистского сообщества, чтобы мы все вместе сели и выработали единые позиции по определению, что для нас являются общественные, этические, семейные ценности. Только в этот раз не будут приглашать какие-то НКО, несмотря на обещания, точнее, эти НКО пригласят, но это будет просто имитация, они будут там сидеть, восседать, будут задавать какие-то глупые вопросы, а потом примут другие абсолютно НПА, и будут это все как бы трубить СМИ, что вот эти НКО участвовали в принятии, в разработке этих НПА, и потом вот Жанара Секербаева уедет на зону на 5 лет благодаря опять же этим самым НКО, которые вроде как участвовали, и им вроде как нечего будет предъявить. Поэтому Жанара Секербаева абсолютно небеспочвенно волнуется по данному вопросу. Поэтому Жанара Секербаева абсолютно права, когда будут введены нормы в Уголовный кодекс, ей безусловно может угрожать опасность согласно новым нормам в Уголовном кодексе. При этом одно из изданий, которое занимается продвижением ЛГБТ-ценностей в Казахстане, Орда Кизет, задается вопросом, а есть ли вообще пропаганда ЛГБТ в Казахстане, и давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Например, главный редактор этого же издания Орда Кизет назвал казахских батыров гейми, там было двухчасовое, по-моему, интервью на эту тему. Та же самая Орда рассказывала о проблемах трансгендеров в Казахстане, якобы их преследуют, это является полностью неправдой. Та же самая Орда сообщила о том, что якобы финансируется, разумеется, Кремлем какое-то анти-ЛГБТ-сообщество в Казахстане, чтобы преследовать ЛГБТ-сообщество, что тоже, естественно, полностью недоказано и полная чушь вообще неправда. Опять же, Орда пишет, что ЛГБТ-сообщество в Казахстане спасает казахстанских детей, и для этого им нужен какой-то там специализированный сайт, чтобы спасать этих детей. Опять же, молодежное, уже другое издание, молодежное информационное агентство МИСККЗ пишет о заявлениях ЛГБТ-сообщества в Казахстане, что нужно сделать каким-то ЛГБТ-сообществом какое-то заявление. 23 февраля МИСК провели закрытый показ фильма в Казахстане о депортации татар из Крыма с флагом Украины на окне. Опять же, МИСКК пожаловали, что в Казахстане нарушается правило человека, хотя, судя видите по картинке, речь идет не совсем о представителях обычных людей, а речь идет о представителях ЛГБТ-сообщества. Это, кстати говоря, довольно частый прием, который используют представители ЛГБТ-сообщества. Они говорят о правозащите, но при этом подразумевается исключительно права ЛГБТ-сообщества. То есть, речь идет не о правозащите обычных людей, а речь идет о правозащите ЛГБТ-сообщества. То есть, происходит некая такая софистика подмена понятий. Я думаю, что даже когда отстаиваются эти нормы, надо не вам выступать, а нам выступать. И выступать без упоминания ЛГБТ и так далее, а сразу дискриминация. Вот это вот представители ЛГБТ-сообщества называют аргументированной позицией. Именно вот по такой аргументации был пролоббирован закон о защите прав членов ЛГБТ под видом защиты прав женщин и детей и в области семейно-бытового насилия. Я согласна с вами, Жанн. Мы вот по этому закону о насилии, да, мы семь лет капали на мозге. Спасибо. И вот, ну то есть, конечно, законы пишутся кровью, к сожалению. Теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вот как вы считаете, есть ли в Казахстане пропаганда ЛГБТ открытая или скрытая, и нужно ли вообще с этим что-то делать, и нужно ли с этим бороться? И в свою очередь нам нужно собрать, я думаю, определенные деньги для проведения ряда мероприятий. То есть, поездка наших активистов в ту же самую Астану, проживание, в общем, там подготовка материала разного. В общем, бытовые организационные вопросы, это все, естественно, требует денег. Поэтому ссылка в описании по тысяче тенге, если каждый скинет, то как бы это вам вообще ничего не убудет, не прибудет, не обеднеете, не разбогатеете, если у вас это останется и так далее. А нам всем будет это очень полезно, потому что мы работаем в интересах, в первую очередь, друг друга. Ссылки, куда скинуть, все в описании есть. И какие планы, я вам сейчас, естественно, говорить не буду, потому что, помимо того, что вы смотрите, наши враги тоже интересно смотрят и делают определенные заметки, что им нужно, какие нужно предпринять, естественно, меры, куда нужно бежать, жаловаться на нас, и нужно ли вообще жаловаться. Поэтому мы детали будем опускать, скажем так, вниз, вот, и уже увидите по ходу пьес. Ну, чего мы добьемся, я, как бы, говорить не буду, но обещаю вам, что будет точно весело. Всем удачи, друзья, берегите себя.